Всем привет, с вами снова я. Давно хотел добраться до этой темы. Один подписчик 4 года назад под моим видео «Как закатывать рукава на военной форме» оставил комментарий, попросив сделать меня видео, как нужно правильно заправлять штаны в берце. Но тогда я, к сожалению, был не готов еще записать это видео. У меня было недостаточно опыта. Сейчас, разносив несколько видов одежды и несколько видов обуви, я могу дать окончательный ответ. Итак, как же правильно заправлять штаны в берце? А никак, ребятки. В берце штаны заправлять не нужно, в принципе. Вопреки всем уставам, вопреки тем, что многие там «звездят», извините за выражение, за этого делать не надо. Объясняю почему. Потому что, во-первых, если вы заправляете брюки в берце, неважно, будь то треники, будь то джинсы. Джинсы, кстати, в горных походах вообще худшая одежда. Я настоятельно не рекомендую вам ее брать, потому что они очень сильно сковывают движения, они не тянутся и т.д. и т.п. Армейские штаны, как у меня сейчас, там, ВКБО, ИСЮ или какие-нибудь обтягивающие, там, Сирика и т.д. и т.п. Что бы это ни было, заправлять штанами в берце вообще не надо, либо в ботинке. Во-первых, в таком случае ботинок неплотно прилегает к стопе, это чревато об мозолями. У нас есть два типа мозолей, водяные и кровяные. Водяные обычно образуются на подошве, от того, что именно растирается подошва в носке изнутри. Как бы кожа отслаивается, и под ней накапливается вода, и это очень болезненная тема. А кровяные мозоли обычно образуются на верхней части стопы, либо сверху, либо сзади, либо сбоку. Это от того, что кожа трется там об материал, с которого изготовлен ботинок. Так вот, когда мы заправляем то же самое, допустим, ВКПО, или как у меня сейчас есть, ACU, в берце, у нас стопа растирается, да, она растирается об подошву. И это практически 100% в случае мозолей, это я вам на опте говорю. У меня есть берцы сирийские, такие станковые и очень облегченные для жаркого климата. На них сзади прям такое красное пятно уже от мозолей. Поэтому так делать не надо. А как же, собственно, делать правильно? А этот опыт я позаимствовал у стандартов Бундесвера, то есть это современная армия Германии. Не подумайте, что это другое. Что мы делаем? Мы берцы завязываем на ногу, на носок. Я вот тут пластырем еще заклеил, потому что носки короткие, чтобы тут не терлась вот эта вот молния. Кстати, ботинки с молнией, они в принципе не предназначены для гор, не берите их, мой совет. Ботинки, если вы видите, если пришли в ВН Торг или в спортивный магазин покупать горные походные ботинки, и видите на них молнию сбоку, не берите их, это городские ботинки. У меня в данном случае хорошие, облегченные, тактические, но они больше предназначены для боевых действий в городе, не в горах. Я их ношу просто потому, что удобно, потому что они плотные, потому что в них плотная нога стоит, это уже чисто кому как. Мы что делаем? Мы подворачиваем наши штаны, будь то ВКПО, будь то АКУ, будь то, ну любую одежду можно подвернуть. Ну либо мы их просто надеваем себе, если это какие-нибудь треньки, облегающие, которые не подворачиваются. Вот у нас на АКУ, ACU, военная форма американского стандарта, здесь есть такая веревочка для завязывания. На ВКПО есть такая же фигня, но на АСУ, в отличие от ВКПО, нет тормозов. Это такая резинка, которая, ну, должна продеваться под нашу стопу и не давать штанам выскользнуть из перца. И вот второй момент, забыл сказать, почему мы так не делаем, потому что вы можете пережать вашу ногу этой же самой веревочкой, если вы перетянете что-нибудь. И таким образом у нас ухудшится кровоснабжение, отсюда у нас отечность, отсюда у нас усталость и тому подобное. Снижение ваших личных тактико-технических характеристик. Я могу это сказать так. Так вот, как же правильно нужно делать? Мы подворачиваем перцы, так как будто подворачивались джинсы. Символично, что первыми это начали делать немцы. Я сейчас не пытаюсь там пиарить какую-то скукультуру. И потом, чтобы эти подвороты зафиксировать, я вот даже немножко выше подвернул, чем линия ботинок. Но вообще, по-правильному их нужно на ботинки подворачивать, чтобы там клещи и прочая всякая живность к вам не закатилась. Мы вот этими веревочками у них подвязываем. И если у вас есть тормоза, а в Бундесвере, в Германии, там прям продаются специальные резинки, отдельные. Вы этими резинками обтягиваете подвороты, и они сидят. Очень классно смотрятся. Вы этими тормозами вот так вот по кругу обтягиваете подворот, и на пуговицу застегиваете. У них есть еще такое предназначение. Вот у нас есть форма сирийская для жаркого климата. Я сначала, как только ее приобрел, не мог понять, почему там такие шлепнутые тормоза. В них невозможно ногу просунуть. Оказывается, они именно для этого и предназначены. Потому что еще в прошлом аналоге для жаркого климата, обычные, как ее называли, поросячки, розовая такая, знаете, а монотонная. На ней были специальные держатели для закатанных рукавов. Вот эти тормоза на сирийке играют абсолютно те же самые функции. И поэтому они расположены немножко по-другому. Параллельно, а не перпетикулярно стопе. И поэтому хрен вы их на стопу наденете. Так что делайте выводы, ребята. С вами был я. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok